Азербайджан использовал три достаточно старые тактики, три концепции ведения боевых действий, просто на новом уровне, скажем так, а новый уровень обусловлен тем, что высокоточное оружие, беспилотники стали на сегодня намного доступнее, чем были, к примеру, 20, 30 или 40 лет назад. Значит, какие три концепции боевых действий? Первое, значит, прорыв ПВО, армянской ПВО. Абсолютно то же самое произошло и на этот раз. То же самое провел Азербайджан с одним лишь отличием, что беспилотников и высокоточных средств поражения было в разы и больше, чем в 1982 году у Израиля. Второе, значит, вторая тактика примененная. Это широко известная натовская концепция воспрещения вторых эшелонов. Тактика, опять же, достаточно старая, ей как минимум 20 лет, а то и больше. Азербайджан достаточно грамотно применяя данные спутниковой разведки, радиоразведки, радиоэлектронной разведки, а также разведки с беспилотников, ну и сил специального назначения, конечно же, наземных групп спецназа. Имея информацию в онлайн-режиме, задолго до подхода резервов к передней линии, к рубежам развертывания, азербайджанская сторона наносила точные удары, уничтожала резервы еще на марше, либо препятствовала маневру этими резервами. Собственно, этим и был обусловлен дефицит личного состава и техники на первой линии. То есть, было достаточно и личного состава, и материальных средств, и техники, и вооружений. Просто их своевременный подход на передние рубежи был затруднен, либо невозможен по причине грамотного действия противника. И третья, значит, третья тактика примененная. На последнем этапе войны, последняя треть, можно сказать, если по времени брать, когда уже фронт как таковой прекратил существование, армянские силы были полностью дезорганизованы, потеряли управление. По большей части на многих участках была уже откровенная паника. Азербайджанцы, азербайджанский спецназ, также вместе с ними участвовавший турецкий спецназ, применяли давно отработанную, применяемую турками уже много лет, тактику борьбы спецподразделений с курдскими повстанцами. То есть разбитые, разрозненные части армянских вооруженных сил, которые представляли из себя, ну просто дезорганизованную, легко вооруженную стрелковым оружием пехоту, без представления, где они находятся, без какой-либо ситуативной осведомленности, зачастую без командования. Но они представляли из себя достаточно легкую цель и сильно напоминали тех же самых курдских партизан, которых турки отсекали от баз снабжения, от основных сил и методично уничтожали. Примерно то же самое. То есть вот три основные тактики, три основных приема, которые применили азербайджанцы. Роль байрактаров преувеличена многократно. В совокупности, значит, если так посчитать, проанализировать все имеющиеся под рукой материалы, на долю именно конкретно байрактаров, как пораженные ими цели, так и подсвеченные ими цели, приходится не более 5% от общего количества пораженных целей. Не более 5%. При этом сами беспилотники поразили до 3%, не более. При этом, если говорить о танках, то зачастую нередки были случаи, когда после удара боеприпасами с байрактаров танки сохраняли и подвижность, и боеготовность. Чего не скажешь при ударах теми же самыми противотанковыми ракетами, прославившими себя еще в 2016 году израильские спайки. В 2016 году в течение четырехдневного обострения, ну а если точнее говорить, то в течение двух дней было уничтожено 14 танков армянских. 12 из них были уничтожены спайками, 2 – огнем артиллерии. Ну, примерно то же самое, если брать в общем, примерно то же самое произошло и на этот раз. Если говорить именно о танках, то спайки и другие противотанковые ракеты уничтожили столько же танков, сколько все остальные средства вместе взятые, то есть артиллерия и беспилотники, камикадзе. Ослабление России и постепенная потеря позиций – это большой подарок для Турции и вторая жизнь для идеи великого Турана, который уже перестал быть какой-то фантазией, какой-то просто идеей, витающей в воздухе. И на сегодня мы видим попытки воплощения, попытки расширения, попытки экспансии Турции уже и в Среднюю Азию. Ну, фактически Армения, которая стояла костью в горле и была вбитым клином между Турцией и Азербайджаном, она своим псевдосоюзникам слита. Ну, в принципе, это все-таки беда не России, а беда самой Армении. То, что подобное ожидается, то, что к этому идет, стало очевидно не сегодня, не вчера, не позавчера, а достаточно давно. Ну, где гарантия того, что не повторится то, что было во время Первой мировой войны? Тогда, в принципе, произошло то же самое. Внутриполитические разборки проблемы в самой России привели к тому, что Южный фронт фактически был оставлен, и Армения была оставлена один на один с Турцией. История, она для того, чтобы из нее извлекать уроки, но не в случае с Арменией. Для армян история – это способ, то есть тема для гордости какой-то, непонятно какой, непонятно чем гордиться. Вся история – это стабильно повторяющаяся ставка на хромую лошадь. Мы всегда ставили не на тех, мы всегда выбирали не те союзы. Это несложно проверить, достаточно изучить историю. Ну, не знаю, может быть, глупость, может быть, судьба такая. Ну, даже Фридрих Барбароса, который шел крестовым походом в Палестину и должен был пройти через армянскую Киликию, и тот утонул в реке. Ну, не знаю, череда невезений это или... Ну, я лично думаю так, когда слишком часто не везет, либо все вокруг плохие, все вокруг предатели, все вокруг сливают. Наверное, пора бы присмотреться к себе, может быть, у нас что-то не так. Армения могла бы иметь союзников, но союзников имеют, как правило, те, кто из себя что-то представляют. Доверить свою безопасность кому-то полностью, ну, это, ну, по-другому не сказать, это у рабов так. Безопасность раба, удел и проблема хозяина. Примерно то же самое произошло. И помоги мне и воюй вместо меня, это, мягко говоря, разница очень большая. Будь Армения страной, будь у Армении национальное правительство, союзники бы нашлись. Но что произошло? Армяне сами продали свою страну, сами продали свою безопасность и сами выбрали тот путь, на который вышли и к чему пришли. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч! Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь.